Сразу в двух населенных пунктах проведут берегоукрепительные работы. На реке Кубань сооружения уже возводят, а дамбу на реке Уруб планируют начать досрочно. Изменения в законодательстве по оформлению земельных участков документствуют силу 1 марта 2025 года. Об этом мы не только рассказали в управлении Росреестра. Около 400 человек из нашей республики в этом году пополнят армию нашего государства. В России начался осенний призыв в ряды вооруженных сил. Сегодня орлят, а завтра орлы. Содружество орлят России пополнили юные патриоты. Торжественная церемония прошла в Центре образования номер 11 Черкеска. Здравствуйте на телеканале Россия 24, Вести, Карачева, Черкесия. Берегоукрепительные работы будут проводиться сразу в двух населенных пунктах Урупе и Хуморе. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений будет вестись в рамках государственной программы воспроизводства и использования природных ресурсов, разработанной по поручению президента России. Распоряжение о выделении дополнительных средств для Карачева-Черкесии подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным. Господдержка позволит защитить от потенциальных подтоплений поводковыми водами территории в селе Уруп, где проживают почти 500 жителей, а также их хозяйственные постройки и садовые участки. Ремонт дамбы на реке Уруп протяженностью более полтора километра планируется начать досрочно. Также средства будут направлены на завершение капитального ремонта берегоукрепительных сооружений протяженностью порядка двух километров в Хуморе на реке Кубань, который уже начался. В Черкесске до конца этого года будет благоустроена еще одна общественная территория – сквер защитников города на проспекте Ленина. Здесь будут установлены 16 лавочек, урны, появится двухцветное плиточное покрытие, новые зеленые зоны и самое главное – яркое освещение, чтобы было комфортно и безопасно в вечернее время. Особое внимание деревьям сухостой спилят, все здоровые зеленые насаждения будут сохранены, сообщил мэр Черкеска Алексей Баскаев. Он также отметил, что территория сквера будет увеличена за счет того, что теперь парковка транспорта здесь будет запрещена. Вместе с тем в городе активными темпами продолжается ремонт городских тротуаров. Всего за три года в порядок приведены участки пешеходных зон протяженностью свыше 90 тысяч квадратных метров. В настоящее время плиткой выкладывают тротуары по проспекту Ленина, с обеих сторон асфальтобетонное покрытие появится на 15 участках республиканского центра. В региональном управлении Росреестра прошла пресс-конференция, посвященная вопросам использования земель, расположенных в населенных пунктах и на территории садовых и огороднических товариществ. На встрече с представителями ведомства побывал корреспондент Артур Мхц. Беседа представителей Республиканского управления Росреестра с журналистами была посвящена в первую очередь некоторым изменениям в законодательстве, которые касаются оформления земельных участков, их освоения условий для изъятия. Созданный федеральным ведомством законопроект вступит в силу 1 марта 2025 года. Ещё на стадии обсуждения у граждан появилось беспокойство, что спустя какое-то время они могут лишиться своей собственности. Если мы подробно этот закон изучим, там говорится об освоении земельного участка в течение трёх лет. Это имеется в виду, что нужно его освоить. К примеру, если заболоченный участок, какие-то мусор там есть, нахламление, эти три года даются гражданину для освоения земельного участка. То есть, проходит три года, если вы освоили этот земельный участок, всё привели в порядок, законодательно вам даётся два года ещё на хотя бы построить фундамент и пять лет уже для завершения на строительство. То есть, на освоение и строительство законодательно даётся восемь лет. Кроме того, надо понимать, что есть участки, которые изначально не предназначены для возведения построек. Закон создаёт прозрачный механизм регулирования использования земельных участков и обеспечивает их вовлечение в экономический и хозяйственный процесс. Эта мера должна быть действенной в отношении, в первую очередь, тех, кто на протяжении длительного периода времени оставляет землю заросшей, захламлённой. Также специалисты Росреестра рассказали о том, могут ли быть газифицированы дома садовых товариществ, переведённые в жилую застройку. «Для того, чтобы попасть в программу газификации, что нужно. То есть, садовое некоммерческое товарищество должно находиться в границах населённого пункта. Населённый пункт должен быть газифицирован или попадать в программу газификации. И, естественно, для того, чтобы провести газ, должны быть зарегистрированы права собственности на земельный участок и жилой дом». До представителей региональных СМИ также довели информацию о возможности подать через портал Госуслуг заявление на профилактический визит и консультацию специалистов Росреестра. Причём основной акцент в работе сотрудников ведомства сделан именно на профилактику, а не на непременное наказание. «Законодатель ушёл от палочной системы. То есть, если раньше государственный инспектор по использованию и охране земель Карачаева Черкесской Республики больше как-то наводил страха для обычных жителей, да, сразу как-то проверка, административное наказание, то на сегодняшний день законодатель отдаёт приоритет профилактике, то есть предупреждению нарушения». Однако это вовсе не значит, что землепользователь может вести хозяйственную деятельность недобросовестно и нарушать требования земельного законодательства. Артур Мухцелий Бастанов, Вести, Карачаев, Черкесия. Накануне на окраине аула Кумыш Карачаевского района совершено убийство. Неустановленное лицо произвело несколько выстрелов из огнестрельного оружия в двух местных жителей, после чего скрылся с места происшествия. Следственным отделом по городу Карачаевску Регионального следственного управления возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя и покушения на убийство его братья. По данным следствия, 1 октября текущего года примерно в 15 часов на южной окраине аула Кумыш Карачаевского района неустановленное следствием лицо произвело несколько выстрелов из огнестрельного оружия в двух местных жителей. После завершения преступления фигурант скрылся с места происшествия. От полученных ранений один из потерпевших скончался на месте, второй пострадавший доставлен в медицинское учреждение, где его жизнь была спасена благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Следователями управления совместно с криминалистами организованных выезд на место происшествия произведен его осмотр. По изъятым предметам назначаются необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы преступления. Во взаимодействии с оперативными сотрудниками МВД ПУКОЧЕР принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию лица, причастного к данному преступлению. С 1 октября в Карачаево-Черкесии, как и по всей стране, начался осенний призыв в ряды Вооруженных сил России. В этом году армию нашего государства пополнят около 400 человек из нашей республики в возрасте от 18 до 30 лет. Отправлять призывников со сборных пунктов в 2024 году хотят уже с 20 октября. Затем они будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений воинских частей на территории Российской Федерации. К слову, граждане, призванные на срочную службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут. Срок службы не претерпит изменений и составит 12 месяцев. Также продолжится формирование научных, научно-производственных и спортивных подразделений, но чтобы попасть в них, необходимо соответствовать определенным критериям. Обо всем этом на пресс-конференции рассказал военный комиссар Карачева-Черкесии Сергей Белобородов. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путиным подписан указ о призыве граждан, которым исполнилось 18 лет, не достигнувших 30 лет на военную службу по призыву. Военная служба по призыву, срок военной службы по призыву составляет 12 месяцев. Указ будет подписан. Призыв начинается с 1 октября и продлится до 31 декабря этого года. Соответственно, этим же указом граждане, которые выслужили установленные сроки по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания, то есть домой. Основное повещение на мероприятие, связанное с призывом, будет являться бумажный носитель повестки, который будет выдаваться нашим гражданам как под личную роспись, так и заказным письмом. Около 400 граждан нашей республики будут призваны на военную службу. Службы они будут проходить в рядах вооруженности Российской Федерации, войск национальной гвардии и министерства чрезвычайной ситуации. Мои года, мое богатство. По таким душевным лозунгам в Центре социального обслуживания население отмечали Всероссийский праздник – День пожилых людей. Местные власти и общественные организации устроили мероприятие, на котором звучали слова благодарности, прошел концерт, посвященный талантам и достижениям пожилых людей. Для бабушек и дедушек, повидавших жизнь со всеми ее трудностями и испытаниями, такой праздник, как напоминание о том, что они их помнят и любят. На мероприятие побывала Майя Хамдохова. В Карачаево-Черкесии, где живет дух традиции и уважение к старшему поколению, ежегодно отмечают День пожилых людей. Он стал символом признания заслуг тех, кто посвятил свою жизнь служению семье, обществу и своей стране. Сегодня у нас мероприятие, посвященное Дню пожилого человека, которое в России отмечается ежегодно 1 октября. Как важно вообще устраивать для них такие события? Очень важно, потому что зачастую это единственный способ найти круг общения. Поэтому они с большим удовольствием приходят в центр, общаются, занимаются с психологами, учат песни, очень разнообразные занятия, танцуют, ходят в тренажерный зал, посещают массаж. В общем, программа насыщенная. А много вообще собираются людей? У нас две группы, общей численностью 69 человек. День пожилого человека принято отмечать в первый день второго месяца осени 1 октября. В народе бытует мнение, что старость – это золотое время. Осень, как известно, тоже называют золотой порой. Поэтому и было принято решение посвятить этот день старшему поколению. Чай пить в тёплой компании, где можно позволить себе вкусные угощения с теми, с кем прошли жизнь бок о бок. Воспоминания прошлых лет, новые знакомства в кругу людей, которые точно знают, как дожить до старости и не бояться жизненных трудностей. Живой пример для молодого поколения. Своим дебютом порадовала гостей юная солистка детского казачьего ансамбля, известной песней «Матушка-Земля», тем самым вызов бурю эмоций у прекрасной половины человечества. «Матушка-Земля, белая беленька, для меня снятая ручь, я бурю за мной». «Главное не стареть душой, с остальным можно справиться», – говорят виновники торжества. И сегодня, в День музыки, которая так символично вписалась в День пожилых людей, все музыкальные номера и концертные программы – добрые напоминания о том, что музыка и человек – как одно единое целое. Сегодня Орлята, а завтра Орлы. Нам весело вместе, мы очень дружны. Этот девиз объединяет все больше детей, учителей и родителей. Торжественная церемония посвящения в Орлят прошла в Центре образования номер 11 Черкеска. Дошкольников поздравили представители Министерства образования и общественных организаций Республики. Али Баташев подробнее. Волнение и радость в глазах ребятишек из подготовительной группы детского сада «Солнышко». Они сяд живой, и ее сверстникам предстоит вступить в Орлята-Дошколята. Это гордое звание уже с честью носят их старшие друзья. «Отважные и добрые, сильные и надежные, смелые и заботливые, интересные и умелые, и всегда все делаем вместе». Задача Орлят – улучшать мир и творить добрые дела. Уважать старших, стремиться к знаниям, любить родину и беречь природу, быть верным другом. Лидер, эколог, эрудит, мастер, спортсмен, доброволец. Можно выбрать любое направление обучения или все сразу. В ходе торжественной церемонии детям повязали на шею синие галстуки – символ принадлежности к Содружеству Орлят России. После чего состоялся вынос знамени. Юные патриоты провожали взглядом знаменосца, чеканящего каждый шаг. «Вы сегодня стали Орлятами-Дошколятами. Вы вступили в такую дружную, большую, хорошую семью. Дорогие ребята, я вам желаю, чтобы вы дружили друг с другом. Делали добрые дела, любили свою малую и большую родину». «Я очень рада, что мы стали отважны. Мы идем в первый класс». «А что значит быть Орленком?» «Орленком означает, что мы дружные и смелые. И мы очень дружные будем всегда быть вместе». С торжественным вступлением в ряды Орлят юных патриотов поздравили представители общественной палаты, координаторы проекта «Навигаторы детства», «Движение первых» и других общественных организаций республики. Каждый Орленок получил в подарок новенький портфель, а затем дошколята исполнили гимн «Орлят России». Орлята России, у нас выбрало время. Мы дружба и сила, мы гордое время. Али Баташев, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня день уролога. В нашей студии гости из столицы России. Врач-уролог, кандидат медицинских наук Борис Шапаров. На сегодняшний день он трудится в Москве, в городской клинической больнице 31 имени академика Савельевой. С ним беседует Вадина Каракетова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова